Снова на кладбище, кладбище на финском, как его нас называют в народе. Если кто не видел, у меня есть доска видео, где я гуляю по этому городу, вроде как три даже, уже не помню. Вот Майдела Бриядова, Журбы, Герои, кого названы несколько наших улиц. Сейчас вот, Журба Александра Афанасьевича, Венера Майор, видите как красиво, листья опали все. Все просто золотое, в глазах же желтое. Вот здесь могила неизвестных солдат, братские могилы, братские могилы, да. Брадюк, Герой Советского Союза, генерал, герой, лейтенант. Вот это вот здесь аллея памяти, аллея героев, хоронен военный, но там уже было гражданское кладбище. Сейчас здесь давно уже не хоронят. Вот, к примеру, здесь. Шподвиг родина не забудет. Всякие-таки таблички. Вот здесь Майдела Бредова, Анатолия Федоровича, нашего героя. Благодаря корректору мы прорвали блокаду. Начали наступление на Западном фронте. Аль, помнишь памятник у нас Бредову стоит в центре? Угу. А это его могила, здесь похоронен. Герой. Вот там пожарный военного Мурмана, так как у нас все горело, слишком интенсивные были помешки. Какой красивый памятник сделали. Людей сегодня что-то много здесь. Первый раз вижу, когда не гуляю. Первый раз вижу, чтобы здесь было... 1 апреля не погибли. Первый раз вижу, чтобы здесь было так много людей. Жалко, что-то... Где Белочка-то? Удивительно. Там мы проехали в памятник Калбища со союзникам. Тоже, кажется, его снимал. И показывал. Такое тихое, спокойное место. Сегодня 26 сентября. Покуда вообще удивительно тепло. Ну, это уже такие заброшенные могильки. Мало кто-то посещает. Есть. Конечно. Заходит в народ, конечно. Прибирается, но не везде. А там, постой. Там могила. К примеру. Там могила. Да. Кстати, с этой стороны я еще не был. Точнее. Не снимал. Такая вот, чтобы все заросло. Могила на могиле. Так. Кожевникова Зоя Петровна. Переслед был Зоя. Заберла. После войны сразу. Вот тут еще. Тут, скорее всего, было что-то место. Осталась только лавочка. Эскамейка. 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 Эки. Там вот современные. По-современному и сделали. Ну. Могила, конечно, 1969 года. А вот наш мусоросжигательный заводик. Вот так вот. Такой контакт. так только штука и показал памятник и вот все сгнило 60-го года 46 могилы тут эти даже уже не зайти и кстати самый интересный старый но с крестами допустим 60-й год с крестом удивительно допустим могила 71 года помер родины и видно или нет памяти новый современный хотя может раньше таки делали не знаю так а здесь вообще уже все-все бредни сложно идти что у нас здесь кстати кто смотрел предыдущие видео отсюда было много могил с тазиком я так называю лицетов видео место в этом районе нет таких моргробий украшения что это такое 55-го года шниковая это яковлевна ну там внизу уже все подтоплено ну кстати там кладбище она большая насчет то вверх идет через болото вот мне нравится вот это сделано если подойдут степановский 71 год вот смотрите маленький такой крестик остался вот вход интерес с аркой так вниз не хочется идти туда о владенец зеленкина тамара умерла в 1950 году и смотрите выросло дерево какое сколько прошло 70 лет за 70 лет вот это дерево но я думаю что меньше чем 70 что скорее всего к ней ходили на могилку хищали никогда родственники другие похоронены и вот такая сосна вымахала сейчас поедем подожди мари младенец похоронен все за счет 950 году и шеста выросла это 70 лет назад и сосна выросла какая большая на этом на могиле какая за 70 лет может меньше потому что все равно сюда кто-нибудь ходил сейчас поедем поедем мне эта камера прокола там не пешком идти и поедем камеру а вот здесь и кое все аж древностью видеть такие все подожди сейчас ну сейчас пойдем в ту сторону черта не пристегнул и такие могилы там молота там хорнили нет ну я думаю что когда-то лет 60 назад было очень свежо красиво вот могилы 70-х годов запустил это же больше 40 лет у меня сегодня небольшой будет поход по кладбищу мы спешим немножко так обзорной экскурсии если что там вот там ссылка в описании или видеть конечно ставка я конечно же в конце будет подсказка называется конечно ссылка в конце видео кто до конца досмотрит тот увидит ссылку на видео где гуляю по кладбищу поэтому о все как здесь завалилась больше на 50 лет никто могилки не посещает вот тут какой-то даже нет да вот береза выросла какая-то могиле на той могиле а там кстати что написано я пойду за не подойдет и написано какая-то картинка фотографии может и какой контраст говорю вот 69 года могилка за ней ухаживают точки хоть искусственные но есть лишь не покрашена но вот он такой интересный странный здесь и двери они все практически маленькие джигномиков так что еще открыл она сломалась закрой она скорее всего так была так вот такие маленькие мангелки скорее всего тоже здесь младенец как красиво осенью если был летом а если тоже снимал вот еще красиво могилка посетим если лива ночь 70 года смерти вот уже какая береза вымахала так родился семнадцатом году умер в 1551 хозяин это могила ну все выросла такая береза кто-то живут лавочка заросла и какой-то ребеночек а может не ребеночек поедем сейчас вот поэтому все а 46 года я уже проходил здесь что мы далеко не отошли меня велосипедом где-то пристегнуть ребенка тоже так что небольшое видео будет я вот не знаю здесь известный или нет к россию известно просто там список похороненных в этом кладбище на этом воинском захоронении что их не стали видимо подписывать тут уже не знаю могилу это или нет но деревья просто и мне кстати интересно вот эти деревья которые к примеру вот это дерево она сама так пробилась или его посадили или не стали его выкорчевывать не знаю интересно такой момент там написано востоку странно что делать нет он необычно здесь так вот прошайничает я даже я вечер купил специально мне кажется вот самое такое хорошее место это быть похороним здесь сразу на входе искать не надо понятно какого года родилась 1074 года павел дмитриевич умер еще в девятьсот шестьдесят восьмом и его сын Анатолий Павлович похоронен был отец сыном там у нас уже дорога там где где да самое интересное служба погиб в бою в начале войны генерал майор погиб на передовой вот и список погибших похоронены здесь еще в девятьсот сорок первом сорок пятом в Великой Отечественной войне погибшие военные юристы тоже политрок военный юрист старший матрос рядовой мальчикомандир красноармеец капитан надеюсь еще приеду сюда а вот финскую войну это называется финское кладбище тебе понравилось здесь это который финскую войну 1939 1940 году погибли вот и сюда палец здесь тоже какие-то герои скорее всего финская убираем что ли похоронен сейчас я заеду посмотрю на этот памятник интересно он так выглядит так красиво в 93-м году похоронены надо же я думал уже в 93-м году не хоронили здесь однако там какой-то матрос моряк якорь изображен однако в 93-м году а мы здесь как раз в те годы гулять любили воин там капустин капустин тоже герой капустин не рекомендую очень хорошие места герои северского союза уже только капустин это финская скорее всего погиб ну все надо идти домой идти да потому что у меня камера проколота не ну тут убирает он трубу покосили сложили он интересный здесь работать у 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